Фёдоров Владимир Михайлович, Генеральный директор Открытого акционерного общества Корпорация «Сплав» Новгородской области. Фёдоров Владимир Михайлович, Генеральный директор Открытого акционера «Сплав» Предложения, которые шли Владимиру Михайловичу, они носили сугубо односторонний характер, на всё это пришлось отвечать ему отрицательно. Потому что он задавал вопрос, что будет с предприятием, что будет с людьми, которые работают на предприятии, будет ли перепрофилировано предприятие, будет ли дальше какая-то стратегия развития предприятия и так далее и тому подобное. Какова цена вопроса? Никто на эти вопросы ему не смог ответить. Естественно, он на эти вопросы просто-напросто тогда не о чем нам и разговаривать. И вот после того, когда вот это не о чем нам разговаривать последовало, начались уже попытки, как вот существует в системе рейдерства, влияние через правоохранительные органы. Следователь, который приходил к Владимиру Михайловичу в воскресенье, это 10 числа, первоначально сделал довольно неуклюжий ход, но, к сожалению, как сказать, это тоже нигде не освещается. Он пришел на старую квартиру Владимира Михайловича и произвели обыск у его брата. После этого пришли, естественно, к Владимиру Михайловичу без решения суда, который вообще невозможно проводить обыск, этот обыск был проведен. Когда мы пригласили адвоката и сказали об этом следователю, он сказал, жалуйтесь. После этого, когда произошел арест, судья, который рассматривал, что нужно делать, можно отпустить Федорова или нет, она, единственное, основной довод у нее был, это поездка в Англию. Причем было не сказано, что у вас есть билеты и так далее, заграничный паспорт, а была всегда. Вы обратились в посольство Великобритании за разрешением выезда в Великобританию. Все. Ни слова было не сказано о том, что это сделано для встречи с совместным предприятием ДС Контролс, для решения сугубо деловых вопросов. И виза была открыта на два дня. Можно было брать подписку о невыезде, и все, и все вопросы были. Но, тем не менее, в связи с тем, что нужно было оказать психологическое давление, попытаться сделать так, чтобы человек сломался, вот оказывалось такое силовое давление. Хотя мы, в принципе, в тот же день проинформировали администрацию о том, что задержан Владимир Михайлович, реакция была весьма такая, ну, как бы, прохладная. То есть такое ощущение, что люди как бы знали о том, что уже такое событие произошло. Но, тем не менее, ни 10-го, ни 11-го, ни 12-го никаких действий со стороны администрации не проводилось. Мы вот решили создать такую инициативную группу и начинать биться, хотя бы поднять средства массовой информации, для того, чтобы можно было увидеть какую-то реакцию наших властей. Потому что по-другому сделать было ничего невозможно. У нас в четверг подана конституционная жалоба на решение городского суда о том, что решение городского суда об аресте неправомерно. Там куча надуманных этих самых событий. То есть во внимание то, что Федоров говорит, я никуда не собираюсь уезжать. Мой здесь дом, работа, внуки, дети. И, естественно, поймите, я бы, если захотел, я более 30 раз выезжал за границу и мог бы там остаться. Но я никогда, у меня даже мыслей таких не было. И вот в течение трех суток, ну, в принципе, пятница, суббота, воскресенье, как бы они исключают, хотя в законе написано, трое суток должно быть принято решение о рассмотрении этой жалобы. Сегодня уже вторник, то есть проходит третий день, даже если исключаю это самое, решения городского, областного суда нету. И даже нет решения, когда будет заседание областного суда. И вот это вот решение о том, что будет проводиться митинг и так далее и тому подобное, то есть вот эти действия, видимо, скорее всего, каким-то образом повлияли, то есть, вернее, судья не может, скорее всего, то есть ждет, какое же указание ему поступит. Все сейчас смотрят на то, как повернется ситуация среди нас. Если мы сейчас как бы дружно не встанем за нашу корпорацию, за наше предприятие, которое, в общем-то, все мы на нем, как говорится, успешно трудимся, вкладываем свои силы, здоровье, если мы не встанем на защиту сплава, то съедят, и вот я не боюсь этого слова сказать сейчас, среди вот здесь нас сплав, съедят другие предприятия и даже как бы не поморщатся. Потому что силы, которые в это дело задействованы, довольно крупные, с большими капиталами и так далее и тому подобное. В последнее время пошло сплошное-сплошное аресты за арестами. Сегодня открываю, в городе опять арест. Кого-то смещают, сейчас скажу. Роспотребнадзор. Заведено дело. Да, да, и поехало, и пошло. То есть, вот это настораживает очень сильно. Это отвратительно, то, что творится. Неизвестно теперь и нам, что делать. Раньше работали нормально, все предприятие работало. И, в принципе, заслуга эта была в основном-то как бы директора Федорова. Чего сейчас от него хотят, непонятно. До нас дошли слухи, что какая-то московская фирма или кто-то собирается выкупить наше предприятие. Ну, в связи с этим, чтобы устранить проблему в лице нашего генерального директора, его как бы скомпрометировали и подвергли аресту. Но мы за него все переживаем. И, конечно же, переживаем потому, что останемся без защиты, без его покровительства. А надеяться на москвичей – это несерьезно. Весь завод будоражит. Мы не понимаем, что будет дальше. В общем-то, переживаем за завтрашний день. И просто вообще непонятно, почему человека наградили. И через две недели его сажают просто за решетку. Здесь ситуация смешная. По принципу убегающий вор кричит «держи вора». Вот примерно то же. Объявили борьбу с рейдерством, а по сути, сами занялись государственным рейдерством. Когда мы все узнали, не могли представить, что нашего директора забрали в тюрьму. Вообще просто не могли представить. Какая-то дикость. Зарплаты нормальные у нас были. Всегда к людям он относился по-человечески. Всегда, если вдруг какие-то проблемы надо решить, рабочие ходили. Всегда он помогал всем абсолютно. Никогда не отказывал. Услуги здравпункта бесплатные, услуги стоматолога бесплатные. В общем-то, очень важно, потому что цены очень даже дорогие, даже для нашей зарплаты. Это льготные путевки для детей, и не только для детей, но и для самих работников и их семей. Предприятие работало очень так, это стабильно, хорошо, и ничто не предвещало. Мы как бы спокойны были за свою судьбу работы. Только все наладилось, нормально пошли заказы. Будущего, в принципе, никто даже и не видит, вот в данной ситуации. Какое будущее? Это будущее было, вот пока Федоров был здесь. Люди и брали, и покупали квартиры, и в кредиты, и в ипотеку. Заслуга генерального директора предприятия сплава Владимира Михайловича Федорова, за что мы ему очень благодарны. И нам очень непонятно, за что его задержали, держат под арестом. Кто дерьмо разгребал, тот уже не нужен. Разгребал, разгребал, создал что-то, удержал на плаву, и он теперь не нужен. Теперь придут чистоплюи, чисторуки, которые сидели в кустах и ждали награды. Обращаемся к нашему руководству администрации города, чтобы нам разрешили провести митинг. И на этом митинге будем выступать в поддержку нашего директора. Владимир Михайлович, если вы можете нас видеть, если вы видите, если вы имеете телевизор в своем заведении, то, пожалуйста, вот верьте, что мы будем бороться за вас. Мы тут, люди, может быть, такие мелкие, вы нас не знаете, за кто-то мы вас знаем. И мы благодарны вам, что вы нам платите зарплату, что мы работаем на предприятии. Вот, ну, хотя бы я за себя могу такое сказать, что я вам благодарна за наше стабильное, работающее предприятие. И мы будем своими мелкими силами бороться за ваше освобождение.